В детское время, когда гражданин уходил на пенсию, все говорили, ушел на заслуженный отдых. Это было истинно. Сегодня, говорят, это время дожития. Даже термин, который свидетельствует о выходе на пенсию, абсолютно унижает тех, кто честно достойно доработал. На мой взгляд, более циничного, глупого и несвоевременного закона, как закон о пенсиях, трудно было себе придумать и вместе. Несли его с началом чемпионата, пытаясь прикрыться этим уникальным, удивительным праздником футбола. Несли летом, по сути дела, в конце сессии. Ничего нового в этой акции нет, потому что так же втаскивали, когда распродавали землю. Распродали 41 миллион гектаров, сегодня зарастают бурьяном и чертополосой. Но идеологично вводили монетизацию, доказывая о том, что все будут счастливы. А на самом деле лишили тех социальных ввод, которые люди зарабатывали почти полвека. Таким же образом протаскивали закон о науке, отняв почти 600 лучших институтов у науки и отдав чиновникам. На мой взгляд, это сильный удар прежде всего по стабильности и авторитету президента. Я внимательно перечитал его обращение к гражданам, где он официально заявлял, что пока находится в Кремле, никакого повышения пенсионного возраста не будет. И правильно сформулировал, вышел на пенсию, есть силы, продолжая работать и создать надо все условия, чтобы человек и дальше достойно трудился. На мой взгляд, это был честный подход. Ни в ходе президентских выборов, ни в ходе выборов в Думу, Единая Россия не обещала, что притащит этот закон. Мы все получили три «подарка» в кавычках. Повышение на 5 рублей цены на бензин и солярку, что уже расползается по ценам всех товаров. Пенсионный возраст, который продлевают мужчину на 5 лет с женщинами на 8. Вообще здесь идет циничное отношение абсолютно к женщине. Ну и повышение на 2% НДС, что, по сути дела, парализует малый и средний бизнес, загоняя его в тени, одновременно больно бьет по высокотехнологичным производствам. Ни одного весомого аргумента, связанного с необходимостью проведения этой операции, власть не может высказать. Поэтому даже телевизионные передачи превращаются в базар и скандал, вместо публичного и официального обсуждения. Мы в «Интерфаксе» провели развернутую пресс-конференцию, заявили о том, что мы вносим этот вопрос на общенациональный референдум. Даже если власть по традиции перекроет нам эту возможность, мы проведем общенародный опрос и выскорим свое отношение к этой операции. Что касается послания президента, он прямо сказал, надо все сделать, чтобы повысить благосостояние пенсионеров. Какого у них сегодня благосостояния? Даже дети войны, дети войны в сельской местности получают 8-9 тысяч, в городской местности 10-13 тысяч, в 18 тысяч это порог нищеты, то есть практически все они нищие. Когда заявляют о том, что обязательно эти деньги пойдут на пенсионеров, это еще одна большая ложь. Скажите, с какой стати мне верить в эту байку, если мы пять раз вносим закон о детях войны в Государственную Думу, для того, чтобы поддержать 12 миллионов тех, кто в 12-15 лет отпахал в годы войны и обеспечивал нам победу, Гитлеру у них отнял детство, для того, чтобы у них была обеспеченная старость, им отдать годы участников войны. Для этого надо 140 миллиардов. Оказывается, этих 140 миллиардов нет, и дети войны по-прежнему остаются нищими с жалкой пенсией. Какой стати я буду верить этой власти, когда третий год добиваюсь, чтобы онкоцент, в который мы вложили 12 миллиардов, был оборудован, для этого надо 3,5 миллиарда рублей, и тем не менее эти средства по сей день не выделили. Поэтому это лукавая ложь, за которой ничего не стоит, кроме попытки еще раз надурить граждан. Если продлить пенсионный возраст всего на год, якобы они сэкономят 1 триллион и раздадут гражданам. Средние пенсии меньше 14 тысяч, раздадут по 1 тысяче в месяц 12 тысяч рублей. Вот ко мне водитель с нашего гаража обращается и говорит, что должен быть с 1 января идти на пенсию, я бы получил 15 тысяч 600 на 12, он бы получил 200 тысяч, его уже надули на 200 тысяч, а его коллеги отдадут всего 12 тысяч. Где остальные 180? Кому вы снова засулите в рот или в карман? И когда эта публика подавится? Я бы на месте Путина проводил не пенсионную реформу, а налоговую реформу, проводил земельную реформу, реформу, связанную с максимальным использованием природных ресурсов, реформу максимального использования высокотехнологичного производства. Все для этого есть. И проекты, и законы, и все необходимое. И необходимый ресурс. Когда вам тычат пальцем в том, что смотрите на Запад, давайте посмотрим. Пенсия в Эстонии в два раза выше, чем в России. 440 долларов, у нас 235. В Польше в три раза выше. Когда вам показывают на Францию, там пенсионный возраст 60 лет, средний возраст 82 года. 22 года будут получать эти деньги. Там пенсия в 10 раз выше, чем в России. Когда вам говорят, что все повышают, это и это не так. Играли в первый день в Саудовской Аравии. Там мужчина упустили пенсиону раз на два года. Но там он, если отработал 40 лет, получает 100% своей последней дароплаты. А если 30 лет, то 75%. А никак у нас на 30, то что никак не выйдет на европейский уровень 40%. Еще одна ложь. Дай мне этот лист. Когда вам говорят, что все будут счастливы, это еще большая ложь и цинизм. Вот список 36 регионов Российской Федерации, в которых средний возраст. Республика Тава, Еврейская Чукотка, меньше 60 лет у мужчин. Дальше идет почти вся Сибирь. 62-63 года. Классические русские области, вся центральная Россия. 62-63 года. Мне объясните, каким образом вы вводите пенсию 65 лет, каким образом они будут получать. Они даже гробовые по вашей пенсии не получат. Что же в Саудовской Аравии? Если ты вышел на пенсию, тебе на наш день еще полтора миллиона пособия. Если ты умер, будет получать супруга. Если дети не выросли до 80-18 лет, будут получать дети. Почему вы ни одного шага не сделали ни одному гражданину навстречу, чтобы он мало-мальски мог быть обеспечен? Когда говорят, что пострадают все граждане, я особо хочу подчеркнуть, пострадает особенно молодежь. Сегодня безработица, говорят, 5-6 процентов. Это еще одна ложь. Фактически безработица 10 процентов. А если взять тех, которые имеют непостоянную работу, их 20. Но у молодежи безработица 25 процентов. И основная безработица – это молодежь и люди старшего возраста. А у всей безработицы, абсолютно женское лицо, после 45 лет женщина не может никуда устроиться. И каждую неделю вынуждены заниматься. Два высших образования, хороший иностранный язык, никому не подходи, не хотят брать. Посмотрел вопрос, как работодатели к этому относятся. Только 7 процентов готовы брать на работу старше 45 лет. А теперь я хочу сказать о том среднем слое. 25-55 лет на вас все это свалится. На вас, именно на вас свалится. Потому что человек в 60-65 лет без хорошего здоровья, он не дотянет до этой пенсии. Он не будет ее получать. И он будет вам, в семье, не просто обузать. Вы должны будете ее кормить, лечить и так далее возить. Вы сами с вашей нищей зарплатой, которую эта власть не в состоянии поднять. Власть могла провести абсолютно нормальную модернизацию. Говорят, все будет в порядке, будут рабочие места, будет много выбывать. Да, будет выбывать из производственного процесса. Ну а на 10 тысяч у нас два робота. В Китае 36, а в Южной Корее 450. То займитесь производством, развитием производства, нормальной налоговой политикой. Решите эти проблемы, скаккумулируйте деньги. Президент послания обращения в стране говорит одно, модернизация, консолидация, солидарность, прорыв. А пока три прорыва залезли в карман каждому ценами на бензин и солярку, унизили всю страну этой так называемой пенсионной реформой и на 2% вздули налог дополнительный. Ни одна проблема не решается. Общество возмущено до предела. Мы проведем общероссийскую акцию 28 июля и призываем всех, не отсиживайтесь. Отсиделись, когда вашу землю продавали. Отсиделись, когда ваши 10 тысяч рудников отдали 15 кланов, которые никак не нажрутся и не набьют карманы. 200 кланов собрали 500 миллиардов долларов и не хотят платить нормальные налоги. Все прикрывается болтовнёй всякой. Поэтому есть решение. Абсолютно нормальный вопрос. Но чтобы торпедировать этот закон, надо, во-первых, обратиться официально и подписать обращение наш народный референдум ко всем гражданам и провести массовые акции протеста повсеместно. Что касается городов, где футбол, это один вопрос. Но в целом вся Россия не имеет запрета на это. Поэтому призываем организованно выступить этого циничного, мерзкого, абсолютно аморального закона. В Думу ещё более подлого закона. Ни разу не уносил. Позорище. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует.